Клубный футбол в конце лета и в сентябре особенно интересен. В командах появляется множество новичков, которые перестраиваются на глазах в бешеном ритме, меняя облик на совершенно противоположный. Подтягивается молодежь из Академии, активно ратируется состав. В общем, интересного много. В этом ролике мы выделим 10 непопсовых футболистов, за прогрессом которых в новом сезоне наблюдать будет особенно увлекательно. А перед началом ролика попробуйте ответить на вопрос, кто является лучшим бомбардиром Лиги Европы и Кубка Уэфа. В матче против Вильяриала за Барсу сыграли сразу пять игроков, которых не было в команде в прошлом сезоне. И при том, что летом каталонцы провернули всего два трансфера на вход, а главный новичок Ольма сейчас на травме. То, каким составом добивается результата Флик, настоящее чудо. Так что неудивительно, что в Барсе половина команды те, за кем интересно последить. И это еще сломался Берналь, который претендовал на статус главного открытия сезона. Берналь и Касадо – парочка, которая в прошлом сезоне играла за Барселону-Б и которую Флик наигрывал в старте по ходу предсезонки. Сейчас ключевую роль в центре поля играет Педри, но влияние 21-летнего Касадо постепенно растет. Марк – моторный и при этом весьма техничный хавбэк, который готов давать и объем черновой работы и уверенно выходить из-под прессинга. Это гибрид опорника и бокс-то-бокс, который может подключиться к атаке и отдать тонкий пас, хотя пока предпочитает играть попроще. Рафа Маркес, работавший с ним в молодежке, называл Касадо молчаливым лидером. «Ребята говорят, что я немного похож на Кимиха», признается Касадо. Мол, похож внешне стилем игры, ведь в прошлом сезоне выступал на позиции правого защитника и центрального полузащитника. Вообще, это была шутка в нашей раздевалке, но они выложили ее в интернет, теперь об этом знают все. Готов ли я стать Кимихом для Барселоны? Я готов ко всему. Понятное дело, до уровня Йозуа Касадо еще топать и топать, но при обилии новых лиц в Барсе рекомендуем приглядеться именно к нему. Главное — обойтись без уже ставших каталонским кошмаром травм. Футбол Тим. Твоя бесплатная браузерная игра в формате футбольного менеджера. Создай уникального игрока, тренируй его, получай эксклюзивные предметы и становись сильнее на поле. Открывай паки или торгуй ими, зарабатывая внутриигровую валюту для развития своего персонажа. Что дальше? Создай свой клуб, улучшай стадион и веди команду к вершинам, соревнуясь с другими игроками в онлайн-лигах. А в свободное время собирай карточки лучших футболистов, создавай непобедимую колоду и сражайся с другими коллекционерами. Присоединяйся к игре уже сегодня и получи крутой стартовый бонус. Жоао Педро, Брайтон Брайтон постоянно выставляет на показ молодых талантов. Уже сверкнули Уайт, Митома, Кайседа, Макалистер, Кукурелья, Тросар. Судя по всему, на очереди Жоао Педро. Бразильский центр-форвард с мягкой техникой и инстинктом хищника. При росте в 188 сантиметров он очень хорош на втором этаже. Особенно любит влетать в борьбу с разгона и кивком переправлять мяч в угол. Но это нетипичный столб. Педро мягко работает с мячом, участвует в комбинациях, делает резкие рывки и колотит с дальней инстанции. Ну и еще одна зрелая фишка – уверенное исполнение пенальти. Невероятно перспективный нападающий, который в прошлом сезоне отличился 20 раз, а сейчас готов выбить еще более серьезный показатель. «Я считаю Жоао Педро игроком с большим потенциалом, и мои ожидания в отношении Жоао выше, чем он показывает», – говорит экс-тренер Брайтона Роберто Дедзерби. «Он играет очень хорошо и забивает много голов, но я думаю, что он может достичь еще более высокого уровня». Ожидания от Педро серьезные, все-таки покупали его за 30 миллионов евро, но он уже доказал, что в свои 22 может решать на серьезном уровне. Для дальнейшего прогресса надо забивать еще больше. Энтони Гордон, Нью-Касл Те, кто внимательно следит за АПЛ, наверняка оценили талант Гордона еще в прошлом сезоне, когда он выбил 12 голов и 11 ассистов. Энтони уже 23, совсем юным его уже не назовешь, но есть хорошие шансы, что этот сезон станет для него прорывным и позволит выйти на топ-уровень, после чего оформить трансфер в настоящий грант. Интересно, что на Евросаутгейт предпочел взять именно его, а не Джека Гриллиша. Гордон – левый вингер, который может ситуативно повлиять на противоположном фланге или в центре атаки. Эдди Хау очень ценит футболиста за физику. Он очень скоростной, готов много прессинговать и при росте в 183 сантиметра уверенно чувствует себя в силовой борьбе. Ну и с техникой порядок, с мячом Гордон обращаться умеет. Еще один важный момент – Энтони не просто бегунок, который бороздит бровку. Он подключает голову и придумывает неочевидные ходы, что ставит соперника в тупик. В прошлом сезоне Гордон привыкал к требованиям Хау, о чем говорил сам. Теперь у него нет преград. Пора начинать разрывать. Это будет большой сезон в его карьере, говорит Хау. За это время выпадает не так уж много вторых шансов. Годы летят так быстро. Могу за это поручиться. Гордон еще молод и развивается, но ему нужно максимально использовать каждый момент. Он тот тип личности, который хочет этого. Он очень предан своей следующей мечте и цели. И это – провести отличный сезон с нами. Эдерсон. Аталанта. Если вы смотрели финал Лиги Европы, где Аталанта разгромила непобедимый до того Байер, то могли отметить, какую мощную и уверенную игру показал бразильский центральный полузащитник Бергамасков. Эдерсон – это сочетание силы, техники и высокого игрового интеллекта. Аталанта забрала его из скромной Салернитаны за 23 миллиона евро. Спустя год он оценивается в 40, а мог бы и больше. Будь бразилец чуть помладше. Сейчас ему 25. «Он много работает на поле и очень полезен, но чтобы увеличить свой статус, ему нужно забивать больше голов. Это в сердце каждого полузащитника, и у него также есть приличный удар», – говорит Джан-Пьера Гасперини. Результативность у Эдерсона впрямь не космическая. В прошлом сезоне забил 7 голов и оформил 1 ассист. Конечно, это не новые Дебрюины, но к бразильцу уже проявляют серьезный интерес МЮ и ряд других топ-клубов. Обычно работа Эдерсона остается незаметной, но именно число его рывков и отборов делает его прекрасным вариантом для любого клуба, которому нужна стабильность и надежность в центре поля. Тион Копмейнерс – Ювентус У Копмейнерса и Эдерсона была классная связка в прошлом сезоне. Бразилец связывал игру в центре поля, голландец творил ближе к атаке. Хотя стилистически оба схожи – два объемных моторных бокс-тубокса. Просто у Эдерсона более оборонительный профиль, у Копмейнерса – более атакующий. Тион очень опасен у чужих ворот. У него классный удар с левой, он волшебно исполняет стандарты и может отдать тонкий пас. Ну а его переводы с фланга на фланг – произведение искусства. Летом с Аталантой у голландца получилась неприятная история. Гасперини отстранил его от тренировок после изъявленного желания перейти в Ювентус. Но вряд ли Тион о чем-то жалеет. Ему уже 26. Пора проявлять себя на высочайшем уровне. Тем более из-за травмы пропустил Евро. В Турине идет со скрипом. У Юви тринливых ничьих подряд. Атакующий футбол Моты пока не особо проглядывается. Копмейнерс тоже осваивается. Действует на позиции десятки под Влаховичем. И периодически спускается вниз для помощи. В розыгрыше мяча. Посмотрим, что будет, когда выйдет на проектную мощность. А так в Юве хватает игроков, за развитием которых будет интересно последить. Это и новички Дуглас Луис, Тюрам и Гонсалес. И молодые Савона с Мбангула. Старт у Бьянканери и правда не впечатляет, но заваривается у них определенно что-то интересное. Йохан Бакаюко, ПСВ Этого парня называют одним из главных талантов Бельгии. Юноша провел отличный прошлый сезон под гостом Арны Слота. Выбил 14 плюс 14 по голам и ассистам. Неудивительно, что летом пошли слухи о возможном трансфере в Ливерпуль. Писали, что Слот уже все одобрил, но не договорились. Возможно, причина в том, что Бакаюко не хочет плотно сидеть под Салахом. С Мохаммедом они игроки одной позиции и роли. Йохан тоже левша, который любит смещаться в центр и принимать активнейшее участие в завершающей стадии. Само собой в наличии скорости техника. Понятное дело, что сейчас в конкуренции с Салахом ловить ему нечего. Но ведь и египтянин далеко не сразу раскрылся. Бакаюко 21 год. Скорее всего, до следующего лета он уже никуда не дернется. А уж там за него развернется борьба. Так что фанатам Ливерпуля как минимум стоит изучить нарезки с игрой Йохана. Очень вероятно, что в 25-м году Слот таки заберет его к себе. Трансфер Маркт оценивает вингера в 45 миллионов евро. Александр Павлович. Бавария. У Баварии не самые простые времена. Не просто так ходят слухи о том, что команду по окончании контрактов покинут Дэвис, Санэ и Кимих. Летом мюнхенцы купили за 51 миллион евро основного опорника сборной Португалии, Жуау Полинью, который провел мощный евро. Но вот парадокс. Опытный хав сидит на лавке, а на его месте в паре с Кимихом играет 20-летний Александр Павлович. Потомок сербских мигрантов в Баварии 7 лет, но в Бундеслиге он дебютировал чуть более года назад. Чем же он так впечатлил компанией? «Я всегда осторожен, когда говорю о молодых игроках», — говорит Винсан. «Я тоже был молодым, и мне не хотелось, чтобы меня называли молодым игроком, потому что ты соревнуешься с другими, и все дело в игре». Что касается Павловича, то он прогрессирует каждый день. У нас действительно интересный состав, и иметь так много игроков, из которых можно выбирать — это роскошь. Павлович — не классический опорник. Да, он неплох в отборе. При росте 188 сантиметров хорош на верху. Но все-таки главные его качества проявляются на мяче. Александр очень тонко работает при развитии атак. Чем-то мягкостью движений напоминает Бускетца. Может и в касание отыграться, и запустить эффектный парашютик на ход. А еще подключиться в штрафную, на дриблинге выйти на ударную позицию и забить. Уникальный талант, который развивать и развивать. Непонятно только, зачем тогда Баварии понадобился многомиллионный Полинья. Амаду Анана, Астон Вилла Работа у Найи Эмери в клубах попроще всегда гарантирует им прыжок выше головы. Это касается и футболистов, которые часто проявляют себя наилучшим образом и быстро отправляются на повышение. Оли Уоткинс вон теперь первый после Кейна в сборной. Эми Мартинес — один из лучших вратарей мира. Дуглас Луис ушел за сумасшедшие деньги в Ювентус. Ну и так далее. Этим летом Астон Вилла была очень активна на рынке. И неудивительно, возвращаются в Лигу Чемпионов спустя 41 год. Так кто пойдет в топ-клуб следующим? Предположим, что это будет Амаду Анана, которого купили у Эвертона за 60 миллионов евро. И это не просто здоровенный опорник, который как осьминог собирает все мячи вокруг себя. Амаду в свои 23 является одним из лучших центральных полузащитников АПЛ по продвижению мяча. Его силовой дриблинг невозможно остановить. Чем-то напоминает молодого Яя Туре. Вероятно, именно он станет центральной фигурой Виллы после ухода Луиза. А еще грозится вырасти в большого игрока 23-летний технарь Джейкоб Рэмзи. Плюс ожидается возвращение Бубакара Комара. В общем, центр поля у Виллы очень интересный. Будет интересно посмотреть, как эта молодая банда проявит себя на всех фронтах. Если вы взглянете на список покупок ПСЖ этим летом, то сильно удивитесь. Ни одной звездной фамилии. Да, купили Жоау Невиша, и за его прогрессом тоже будет интересно наблюдать. Но все-таки юного португальца уже давно называют одним из главных талантов Европы. Удивительно другое. На Невиша других молодых новичков Луис Энрике собирается сделать ставку. Дуэ, Ликанин, Баркаля, Мбайе. С этими ребятами испанскому тренеру работать комфортнее и интереснее, чем с капризными звездами, которым придется жертвовать своим талантом ради системы. Вот и линию защиты теперь не узнать. Маркиньес и Хакими звезды. Но вот про Пачо с Беральда мало кто знает. Последнего брали еще год назад. Это номинальный центральный защитник, которого используют слева. Ну, а Пачо не оставил места слабо пасующему Шкриньеру и ворвался в основу. Эквадорцу 22. Он здорово провел себя в Айнтрахте и был куплен за 40 миллионов евро. И похоже, что тренер им очень доволен. «Мы требуем от центральных защитников много работы с мячом», признается Энрике. «Обычно полузащитник спускается за мячом, оставляя центральных защитников вне игры. Мы так играть не хотим. Хочу, чтобы полузащитники располагались выше». А защитники брали на себя функции по розыгрышу мяча. Но в то же время были готовы быстро переходить в оборону и защищаться на открытом пространстве. Пока что Пачо с Беральда хороши во всех компонентах. Но главная проверка их, конечно же, ждет в Лиге чемпионов. Мы не заметили, как в стане финалиста Лиги чемпионов произошла мини-революция. Ушел Терзич, за ним попрощались с клубом ветераны Хумельс и Ройс. Отъехал ВПЛ Фюлькрук. Теперь всем заправляет Нури Шахин, который работал ассистентом Терзича в прошлом сезоне. Пока получается спорно. Поражение 1-5 от Штутгарта больно бьет по амбициям команды. Но у вас не должно складываться впечатление, что боссы Боруссии просто нажились на успехах и махнули на команду рукой. В Дортмунд приехал целый ряд очень интересных футболистов, которые готовы ярко себя проявить. Это Паскаль Гросс, ветеран из Брайтона, контролер центрополя. Это Сируги России, второй бомбардир прошлого розыгрыша. И Максимилиан Байер, открытие прошлого сезона, легконогий молодой нападающий, которого сравнивают с юным Ройсом. Я не собираюсь это скрывать. Макси Байер – игрок моей мечты, признается Шахин. Я очень рад, что клуб исполнил это желание для меня и для нас. Для нас это очень важное приобретение, особенно после ухода Фюлли. Мы хотели подписать игрока с этим профилем, и он был номером один в нашем списке. Макси универсален, он может играть на многих позициях. Это выведет нас на очень хороший уровень. Когда я созвонился с Гроссом по телефону, то сразу понял, что говорю с профессиональным футболистом. Он делает партнеров по команде лучше и играет на высоком тактическом уровне. Возможно, Боруссии не покажет тех результатов, что раньше все-таки нужно время на перестройку. Но команда очень интересная. Советуем присмотреться и к английскому вингеру Джереми Гиттенсу, на которого также возлагают большие надежды. Кто знает, может именно эти герои вернуть Боруссию не только в поздней стадии плей-офф ЛЧ, но и в борьбу за серебряную салатницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok